Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Артем, с вами компания TSEY, а сегодня у нас на обзоре Toyota Esquire, большой, семейный, семиместный микроавтобус. Добрый день, дорогие зрители! Владивостока и Дальнего Востока привыкли, что у компании Toyota есть очень узнаваемый логотип. Это нитка, вставляемая в игольное ушко. Но у некоторых моделей автомобилей этой фирмы есть свои логотипы, такие, как, например, здесь. Если присмотреться повнимательней, то можно увидеть здесь щит. Это неспроста. Дело в том, что название автомобиля Toyota Esquire так и переводится. Это щитоносец или оруженосец. Японцы сделали ему отдельный логотип, который должен его выделять среди прочих автомобилей этой марки. Ну что, заглянем под капот, посмотрим, что у него там. Автомобиль, который попал к нам сегодня на обзор 2016 года выпуска, и под капотом у него гибридная силовая установка объемом 1,8 литра и электромотор. Также существуют варианты просто с 2-литровым мотором. И эти варианты с 2-литровым мотором оснащаются еще и полным приводом. Автомобиль, который сегодня у нас, он имеет передний привод. Что касаемо его мощности, то мощность двигателя внутреннего сгорания здесь 99 лошадиных сил, которые заявляются производителем. Также электромотор, который здесь установлен, выдает еще порядка 60 киловатт или 200 ньютон на метр. Можно рассказать еще про надежность, или поговорить просто о надежности этих автомобилей, потому что есть определенное мнение, что гибриды могут быть не совсем стабильные или не совсем выносливые. Но дело в том, что такой гибридной силовой установкой оснащается автомобиль Toyota Prius в 30-м кузове. Наверное, это самая популярная машина в такси, не только в Владивостоке, но и вообще в принципе Дальнего Востока. И ездят они иногда очень много, от 300 до 500 тысяч километров. Заливай во время масла, ухаживай, смотри за ним, и он будет ездить нормально. Посмотрим на автомобиль с задней части. Если обращать внимание на фары, то, как мне кажется, у Toyota есть какая-то определенная тенденция. В новых автомобилях, где-то года так с 2015-го или 2016-го, они стали делать вертикальную оптику. Посмотрите на Prado, посмотрите на новый 50-й Prius, у них есть некая узнаваемая черта. Также здесь видно, что оптика, она гибридная. То есть есть как и обычные лампы, так и диодные части в задней оптике. Еще один маленький факт, который выдает то, что перед нами гибрид, это задний значок Toyota. То самое игольное ушко с ниткой, у которого есть голубенький или синенький ореол. Это тоже выдает гибрид прям полностью. Ну что, глянем, что у нас внутри. Заглядывая в салон этого авто, можно увидеть 7-местную комплектацию этого варианта, потому что существуют еще и 8-местные. Багажник, конечно, при полном разложенном салоне становится не очень большим, но кинуть пару сумок сюда вполне места достаточно. Если же нам нужно превратить этот автомобиль скорее в грузовой вариант, чем в пассажирский, то мы с легкостью откинем это кресло, сложим его и сделаем багажник объемом, ну так на первый взгляд, наверное, куба полтора. То есть войдет сюда, особенно измеряя вот этот проем, очень много чего. Если вы когда-нибудь раньше ездили на минивэнах или на микроавтобусах подобной компоновки, то для вас это, конечно, не будет никаким открытием. А вот для человека, который всю жизнь ездил на седане или на джипе и не имел во владение в пользовании такого автомобиля, вот эти капитанские кресла, у каждого из которых есть отдельный подлокотник, и отсутствует центральный, как это обычно бывает на седанах, джипах, универсалах. Вот это вот новинка. Также бросается в глаза конструкция селектора переключения коробки передач. Он тоже не такой, как мы привыкли на старых автомобилях, на старых Тойотах. Он, наверное, на 100% такой же, как в автомобиле Тойота Приус в 30-м и более современных кузовах. Такая вот маленькая ерундушечка, и к ней нужно привыкать. Она очень особенной конструкции. Есть здесь же в центральной консоли подогревы сидений, причем их можно отрегулировать по уровню подогрева. Можно поменьше, можно побольше, как вам больше нравится. Подстаканник, который из единого превращается в двойной, можно им пользоваться как угодно. Также бардачок, который, опять же, разделен на двое. Тот, который побольше внизу, и тот, который поменьше наверху. Мультимедийная система с экраном, наверное, около 8 дюймов. И, судя по иероглифам и вообще по ее маркировке, это штатная мультимедия в этом автомобиле. Ей можно управлять как с помощью сенсорного дисплея, так и с помощью клавиш на руле. Они у нас здесь с левой стороны расположены. Кому-то, конечно, может показаться, что пилотировать такую баржу, которая длиной почти 5 метров в городе, сложно. Особенно при столь интенсивном трафике. Но, в общем, нет. За рулем такого большого автомобиля ощущаешь себя отцом семейства. Минимум с 5 детьми, которые все, кстати, влезут в этот автомобиль при необходимости. Также хочется отметить, что он достаточно мягкий. У него длинная база. Судя по всему, его подвеска настроена таким образом, чтобы сглаживать все неровности в виде каких-то мелких ямок и лежачих полицейских. И это тоже стоит отметить. И вообще, прокатившись некоторое время, у меня создалось впечатление, что я... Ну, по габаритам, да, и по обзору, по посадке я, безусловно, в автобусе. Но вот это ощущение, что машина рулится, слушается тебя, и в ней, конечно, сохраняется некая такая тойотовская валкость. И плавность это все-таки не Subaru, да, не совершенно такой острый, жестко настроенный. Нет, эта машина очень приятная, очень комфортная. Она подходит на каждый день, и действительно хочется сесть и поехать. Мне кажется, что это вот именно то, что компания Toyota долгое время пропагандировала, выпуская автомобили своей марки. Это именно так. Согласно техническим материалам, которые публикует компания Toyota, расход в смешанном режиме для этого автомобиля, оснащенного мотором 1.8 с гибридом, составляет 4,2 литра бензина на 100 километров. Но реальные же тест-драйвы показывают, что смело можно эту цифру прибавлять на литр, а то и полтора. И я думаю, что это будет где-то около правды. Наверное, где-то годы с 2014 или 2015 более опытные автолюбители меня могут поправить. Японский и вообще, в принципе, рынок автомобилей развернулся в сторону не только пассивной безопасности в виде подушек. Подушек, лонжеронов, сминающихся в передней части автомобиля, но и в сторону активной безопасности. Здесь в этом автомобиле точно такая же есть. Это система контроля выхода из полосы. Также это система, которая предупреждает вас о том, что впереди случилось какое-то внезапное препятствие и нужно тормозить. Такие системы, да, как я уже сказал, они с 2015 года широко стали использоваться в огромном количестве автомобилей. Причем это уже даже не атрибут какого-то премиум класса, а даже автомобили из средних ценовых сегментов, они стали оснащаться такими вещами. Руль здесь регулируется в нижней части, рулевая колонка. Мы можем ее отрегулировать и по высоте, и немножечко по вылету вперед-назад. Вот у нее не то чтобы прям совсем большой ход, но ее возможно отрегулировать. Если посмотреть на правую водительскую дверь, то здесь сагрегатированы стеклоподъемники все автоматические полностью. И регулировка боковых зеркал, о которых тоже, надо сказать, они в этой машине достаточно большого размера. А теперь плавно предлагаю перемещаться в салон, поскольку именно салон, на мой взгляд, является самым интересным в этом автомобиле. Как можно видеть, обе двери в этом автомобиле оснащены электроприводом, еще и доводчиком. Их не нужно вручную туда-сюда катать по рельсам, а достаточно просто нажать на ручку, и она сама закрывается. Как это нужно видеть здесь. И довело, закрывается. Точно так же работает и левая дверь. О чем думает человек, вообще покупая такую автомобиль? Наверное, о том, что у него большая семья, или ему нужно возить много людей. И не просто возить, но еще и возить с комфортом. Так, чтобы каждый пассажир в этом авто нормально себя чувствовал. Я сам ростом 1 метр 73 сантиметра, то есть прям вот совсем усредненный человек такой. И хочу сказать, что даже если полностью пододвинуться здесь на втором ряду, вот так, оставив огромное количество места в ногах пассажиров третьего ряда, здесь отлично. Автомобили кожаный салон, причем такой кожаный, что, ну, может быть, если не на века, то довольно надолго. Мы все знаем, что в японские автомобили бывают в комплектациях с тряпочным, с велюровым салоном. И он выходит из строя гораздо чаще, чем вот такой вот кожаный, как на мой взгляд. Также на втором ряду, когда мы находимся на потолке, есть блок климат-контроля. И можно управлять не только с передних кресел, но еще и находясь на втором ряду. Можно сделать побольше или поменьше печку или совсем ее выключить. И такая функция есть только у пассажиров второго ряда. У пассажиров третьего ряда там есть только, ну, вентиляционные отверстия, которые можно отодвинуть из себя, сделать побольше или поменьше чисто механически. Здесь же находится отдельный электронный блок. Находятся в крыше два среднечастотных динамика, судя по всему. Ручки, за которые можно придерживаться во время наиболее активной езды. Кресла второго ряда, так же, как и кресла спереди, они выполнены в формате капитанских кресел, оснащены каждый своим подлокотником. А вот между вторым рядом существует еще и подстаканник. Особенность у него в том, что эти кресла можно сдвигать ближе или дальше друг к другу. И выдвинуть подстаканник можно только в самом раздвинутом варианте этих кресел. Также в некоторых комплектациях автомобиля Toyota Esquire существуют подстаканники еще вот здесь, на спинке переднего пассажирского кресла. Но у нас сегодня комплектация с подстаканниками только посередине. А теперь давайте попробуем переместиться на третий ряд и посмотрим, что у нас там. Представим, что у нас на втором ряду сидел кто-то очень маленький, а нам нужно залезть на третий ряд и посмотреть вообще, как там живется на третьем ряду. Мы можем это кресло сдвинуть чуть-чуть вперед либо назад, вот так отпустить, поднять его спинку и совершенно без труда проследовать назад. Места здесь при этом, ну, просто вагонно. На самом деле очень много. И на третьем ряду даже человек с ростом, я думаю, что метр семьдесят пять или там метр восемьдесят, он будет чувствовать себя вполне нормально. Расстояние от макушки до потолка здесь вполне приемлемое. Здесь довольно неплохо. Может быть, конечно, если совсем, ну, какие-то большие люди попадут на третий ряд, они будут чувствовать себя, ну, не так, чтобы прям совсем вольготно комфортно, но в целом человек среднего роста, как вы видите, нормально усаживается здесь. Японские инженеры предусмотрели также и для заднего ряда пассажиров по своему подстаканнику. Слева и справа задняя часть автомобиля абсолютно симметрична, и она ничем не отличается. Также хотелось бы поговорить еще о дорожном просвете и об общей концепции этого автомобиля, и о том вообще, кому этот автомобиль может подойти. Такой Toyota Esquire можно приобрести от 1 миллиона 400 тысяч рублей в зависимости от комплектации, и ценник далее будет повышаться. Есть, конечно, еще более богатые комплектации, это не отнять. Есть еще старший брат этого автомобиля, Toyota Alphard, или, скажем, есть еще Toyota Vellfire, который еще больше, еще шире, с еще более объемным мотором. Это такой средний игрок, если можно так сказать. В нем, как вы уже видели, совершенно не деревянная комплектация. Там есть строчка, есть кожаные элементы салона, которые как бы дают нам понять, что это игрок средний или несколько выше среднего. Что еще хочется сказать? Этот автомобиль, как мне кажется, очень здорово подойдет людям семейным, у которых большая семья, и при этом, которым нужно одновременно что-то перевозить, возможно. И еще этот автомобиль, как также мне кажется, подойдет гидам, людям, которые работают с людьми, которые возят людей, которые проводят экскурсии. И отличный вариант, поскольку, вроде бы, с одной стороны, им нужен транспорт так же, как нужен таксистам, они много ездят, у них много тратится топлива, при этом эта гибридная силовая установка поможет им несколько сэкономить. И очень вместительный салон, универсальный максимально, с одним маленьким ограничением. У этого автомобиля клиренс примерно 150-160 мм. И такой клиренс, он делает, возможно, передвижение по дорогам общего пользования, и на этом все. То есть, если ты съезжаешь куда-то на грунтовку, хоть сколько-нибудь с перегибами, какими-то неровностями, то тут нужно ехать уже очень внимательно, смотреть за всем этим. Поэтому только хорошие дороги, езда на дальние расстояния, этот автомобиль подарит вам массу положительных впечатлений, как сегодня нам. С вами был Артем, компания Tasey. Мы занимаемся привозом автомобилей и спецтехники с японских аукционов. Можно смотреть страничку, сайт, инстаграм, там все очень подробно расписано. Большое спасибо, что посмотрели нас. Всего доброго!